Чем можно заменить вредные привычки? В детско-юношеской спортивной школе номер два состоялся турнир по настольному теннису среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сетку соревнований разделили на два дня для старшей и младшей группы участников. Вика Бабкина – воспитанница 69-й школы-интерната. Настольным теннисом занимается меньше года, предпочтя курению и занятия спортом. И уже показывает хорошие результаты. В прошлом году она заняла третье место. Я определяю сразу, насколько сильный противник. Первое – мы смотрим сначала на его подачу, насколько она высока. Каждое учреждение представляют два игрока. Состязания проводят по кругу – матчи юноши, девушек и парные встречи. От победы каждую из команд отделяют три партии по 11 очков. Участники собрались здесь со всего города, а потому подготовка у всех разная. В связи с эпидемией гриппа, к сожалению, участвуют не все центры для детей-сирот в соревнованиях, сегодня принимают участие в соревнованиях 10 центров. Турнир в Калининском – второй этап городского чемпионата по настольному теннису среди трудных подростков. Победители будут представлять Петербург в сентябре на всероссийском первенстве в Краснодарском крае.